А сейчас вашему вниманию предлагаю следующую программу, которая называется «Свича». Напоминаю лишь номера телефонов нашей студии для ваших звонков. Эрия-код города Сакраменто 916-429-7635. Также вы можете воспользоваться скайпом из любой точки мира, позвонив нам имя в скайпе iBradTV. Итак, я включаю студию. Приветствую, братья. Мы готовы вас внимательно слушать. Добрый день, Сакраменто. Приветствуем всех, кто нас сегодня слушает, смотрит. Приглашаем на эту передачу. Она идет в открытом эфире. Как уже было объявлено, можете дозваниваться до нас по телефону 916-429-7635. Вначале мы совершим молитву для того, чтобы Господь благословил ход этого служения. Господь, мы благодарны Тебе за любовь, благодарны за милость, благодарны Тебе за время, которое посылаешь нам. Нам это драгоценное время, когда мы можем открыть Библию, проверить себя на фоне Твоего Слова, для того, чтобы нам подкорректировать свой курс, проверить свое сердце и справиться, если нужно. Благослови эту передачу, всех слушателей. А Тебе да будет за все слава, Отсутственный Духу Святому. Аминь. Итак, дорогие друзья, сегодня поговорим вместе с вами на тему психологический иммунитет. Что же, Ром, такое психологический иммунитет? Психологический иммунитет. Ну, вопрос, конечно, очень сложный. Мы постараемся подойти к нему очень просто. Вообще слово иммунитет. Иммунитет – это невосприимчивость или сопротивляемость организма к инфекциям чужеродных организмов. То есть все мы понимаем, что такое физический иммунитет. Когда попадает бактерия в организм, иммунитет тут же включается в работу и начинает его вытеснять. Или начинает с ним сражаться, начинает как-то его вытеснять из организма. То есть в нас, внутри системы, наш конструктор с большой буквы встроил в нас иммунитет, который, в принципе, отвечает за здоровье, за самосохранение нашего организма. Почему мы выбрали сегодня эту тему? Знаете, недавно я прочитал в интернете такую не очень приятную новость. И хотел вместе с вами поделиться и порассуждать, что же такое происходит у нас в мире. Здесь в Америке, в одном штате, одна девочка, 12-летняя, покончила жизнь самоубийством. 12 лет. Смотрите, это не 20, это не 40, не 50. 12 лет. Вообще-то, я не знаю, даже девушка нельзя назвать, ребенок еще. А какая же причина? Причина вот какая. У этой девочки был друг, мальчик, с которым она дружила. И думала, наверное, серьезно дружила. Но нашлись ее подруги, которые отбили этого мальчика, и он ее оставил. Он ее оставил. Впоследствии эти девчата написали на Facebook неприятное сообщение, неприятное послание. В следствии чего она не выдержала. Вот детская психика не сработала. Вернее, сработала как? Вышла из строя. Дала сбой, и девочка покончила жизнь самоубийством. Все, девочки нет, человека нет, жизнь закончена. И понимаете, это самоубийство не только растет в Америке, растет в других странах катастрофическим образом. Люди просто в последнее время, ну что-то с ними случилось. Они не выдерживают, не выдерживают, наверное, нагрузок таких огромных, которые мы сейчас переживаем. Представляете, нет войны. Как можно такое выдержать? Представляете, можно зайти в магазин и выбрать любые продукты, какие вы только пожелаете. Как можно такое выдержать? Сегодня у нас игрушек электронных, полный дом. В карманах мы носим телефоны. В принципе, уже не телефон, а называется компьютер. Маленький мини-компьютер, который имеет доступ абсолютно везде. В интернет, в банк, в домашние секьюрити и так далее. То есть человек может, в принципе, имея телефон, управлять всем, чем он хочет. Да, всем, что он имеет. Всем, что он имеет. Тогда почему возникают вот эти стрессы психологические, срывы, депрессии и тому подобное? Вот почему в нашем мире таком, можно сказать, очень хорошем, когда есть еда на столе, когда есть эти хорошие телефоны, когда есть все tools, чтобы пользоваться? Почему вот случаются такие стрессы? Ну, давай мы начнем, наверное, с того, что зададим этот вопрос нашим слушателям. Как они думают, какая у вас версия, почему сегодняшний духовный или душевный иммунитет, психологический иммунитет настолько у людей слабый, что вот количество, как мы уже сказали, самоубийств возрастает, возрастает. Вот что на это влияет? Почему у человека, скажем, с благополучием не укрепляется внутреннее здоровье, а наоборот понижается? Вот в чем причина? Пожалуйста, позвоните, поделитесь, если у вас есть такое желание. Телефон в студии 429-7635. 429-7635. Почему сегодня люди, ну, мягко так скажем, сходят с ума? Действительно ведь сходят с ума, да? То есть ум уже не находит решение на поставленную задачу, и он выключается. Выключается, и происходит паника, происходят вот эти необратимые процессы, и человек уходит из жизни. Вот, Ром, ты сказал про психологию. Чего психология изучает? Вот какая задача у психологии? Ну, вообще психология – это наука о душе, как она функционирует, как она работает, как она реагирует, на что на нее влияет, что не влияет, что положительно, что отрицательно влияет. Вообще наука вот о душе, о том, как она, о личности, в принципе, названа психология, вот, очень, очень не так давно стала сильно волновать, скажем, такие структуры, государственные структуры, они выделяют много денег на изучение вот этого феномена. Как же все-таки влиять на людей? Вот, ему можно поставить кормушку, но его можно не заставить есть. Поэтому они идут на более высоком уровне сейчас. Они действуют на мозг, они действуют через мысли, они действуют через глаза, через уши, для того, чтобы вложить то, что они хотят в сознание, или, как люди сегодня говорят, в подсознание. Ну, это другая страница, мы как-нибудь об этом поговорим. А сегодня вернемся вот к простым вещам. Почему человеческая психологическая иммунная система не выдерживает благополучия, не выдерживает, ну, нагрузок, если можно так сказать. И таких вроде неплохих нагрузок, хороших нагрузок, правильно? Ну, есть хорошие нагрузки, есть не совсем хорошие нагрузки. Например, вот такая, как вот с этой девочкой произошла. Ну, здесь, я понимаю, проблема комплексная. Наверное, нужно упущение старших, упущение родителей в том, что они вовремя не остановили эту дружбу. Потому что дети в раннем возрасте, если им позволять, или, скажем, раздвигать границы, позволять все, что они хотят, они будут играться во взрослые игры. То есть человек думает, что, ну, наверное, мальчик понравился, наверное, это уже любовь с большой буквы. По сути дела, это всего лишь навсего какие-то чувства, которые нужно обуздывать, нужно смирять, нужно ребенка научить, наставить, что сейчас это не время. Человек взялся, скажем, решился поднять такие нагрузки большие и не выдержал. Вот, не выдержал, потому что какая любовь может быть в это время? Я понимаю, бывают исключения, крайние исключения. Но, по большому счету, это всего лишь навсего детские игры. Люди еще не умеют управлять своими эмоциями, не научились сдерживать или не научили их. Поэтому в этом случае задача родителей, вот, родителей как бы приостанавливать, притормаживать, ставить рамки и ограничивать детей от подобного рода развлечений. Потому что они думают, что это все игры, все можно. Человек пошел в школу, и родители не знают, что с ними происходит, с кем они дружат, насколько глубоки эти отношения или поверхностны. Поэтому необходимо родителям вот быть вовлеченными в жизнь и в судьбу своих детей. Потому что они настолько рано взрослеют, интернет сегодня всех подтягивает на взрослый уровень. 12 лет, а ребенок думает, что ему уже 25. То есть он так ведет себя, как будто уже совершеннолетний. Итак, мы движемся дальше. Действительно, наша жизнь, то, что окружает нас, то, что мы имеем в этом мире, если так пронаблюдать, то не настраивает, а, к сожалению, расстраивает психологию, расстраивает психологический внутренний мир. Смотрите, все развивается быстро, и наша душа или наш разум не успевает порой со всеми изменениями. Вот это неуспевание вызывает недовольство, вызывает дискомфорт, неадекватность. Следующий момент, когда сегодня имеем доступ на интернет, и когда дети смотрят, что их сверстники добиваются какой-то славы, как говорится по-английски здесь overnight, то есть очень быстро, очень таким коротким путем они думают, что добиться, наверное, славы и я могу. И вот, скажем, их сверстники задают тон, тон славы, тон, знаете, такого какого-то воображения, образа. И дети с удовольствием смотрят, и каждый как-то там себе думает, ну, я тоже хочу подтянуться, я тоже хочу быть таким. И вот они воображают, они имеют эти образы, которые, в принципе, беспочвенные, но не все станут звездами, не все станут выдающимся в этом мире, не все станут президентами. Кто-то должен взять тяпку, пойти на поле и, наверное, там сажать или окучивать помидоры. То есть вот нужно как-то приземлиться и жить в реальности, что кто-то может вырваться, а кто-то нет. Но этому же надо научить. Сегодня мы живем в мире скоростей. Телефоны выходят, ну, буквально через 2-3 месяца новый телефон, какой-то апдейт идет. Зачем? Чтобы увеличить скорость, увеличить скорость потока информации, потому что то, что мы имеем, уже недостаточно, мы привыкли, нам нужно больше. И вот наряду с этим возникают психологические расстройства, дисбалансы, что человек привыкает к скоростям, привыкает к тому, что он хочет удовольствие получить, но не через 2 дня, а через 2 минуты, желательно, а через 2 секунды. Да, многие люди, ученые называют нашу, и вот даже тем, которые по 20 лет, даже они их называют как instant generation. То есть быстро и очень... Хотят сразу все получить. Все сразу получить, да, такие люди. Они говорят, что, ну, как, люди не развивались раньше так быстро, как сейчас дети растут. То есть дети, они уже гораздо быстрее разбираются в телефонах, во всей электронике, в интернете, чем даже их родители, скажем. Ну, может быть, неправильно, не совсем правильное слово, вот развиваются дети. Это, знаете, можно как растение на каких-то там пестицидах вытянуть, оно вырастет за один день, но оно неестественное. Вот, оно выглядит как будто натуральное, по сути дела, там одни химикаты. Я так думаю, вот сегодня наше современное молодое поколение растет как раз-таки на этих химикатах. Интернет, всякая информация влетает. Информации очень много, кстати, очень-очень много. Вот, уже развились наши специалисты, что уже там такими объемами информацию посылают. С огромной скоростью человек упивается этой информацией. Да, вот в момент, когда она входит в уши, в глаза, как-то там щекочет чувство, и человеку приятно. Но наряду с этим происходит очень ужасное. А именно, я бы хотел подчеркнуть это слово, происходит нетерпимость. Нетерпимость, или как американцы говорят, zero tolerance. То есть, человек не может терпеть. Если он что-то захотел, он хочет именно сейчас. И если то, что он захотел, вдруг завтра не получилось, не сработало у него, или его ожидания не оправдались, вот человек теряет рассудок. У него психика не выдерживает. Психика не выдерживает. Да, если она рассчитана на очень, скажем, маленькое напряжение, вот он только сейчас, только сейчас, но если напряжение увеличивается. Если, например, ну его мечты не сбылись, а мечтает, есть о чем мечтать. То есть, пожелать в этом мире есть что? Этот мир предлагает огромнейший арсенал всевозможных удовольствий. Ну, а кто запрещает детям мечтать? Вот они и мечтают. Но мечты не сбываются, или, по крайней мере, не все мечты сбываются. И вот здесь у них перегорает предохранитель, они не выдерживают. Они не выдерживают вот таких неожиданных, скажем, поворотов. Они думают, они мечтают, они в это верят, себе внушают, что я буду самый счастливый. Вот у меня там мальчик нашелся, или девочка нашлась. Все это свет в окошке, это счастье на всю жизнь. Завтра это окошко закрылось, человек сходит с ума. Что ж такое? Я-то думала, или я-то думал. И вот таких детей, не только таких, вообще всех детей нужно учить. Всех нужно обучать и как бы подтягивать на этот уровень, чтобы иммунная система внутренняя была стабильная, более сбалансирована. А не такая вот ежесекундная, ежеминутная. Вот сейчас мне нужно. Вот сейчас я хочу, только мне давай сейчас. Если нет, я буду кричать, психовать и так далее. Вот это начинается или развивается с детства. Конечно, можно всегда переложить вину на общество, на школу, на детскую какую-то группу и так далее. Воспитание детей всегда лежало на ответственности родителей. Всегда. Да, мы понимаем, что как в Америке, так и в других странах меняются сегодня законы и не в лучшую сторону. Позволяется очень много, развратного очень много показывается и внедряется, законом оправдывается. Но при всем при этом, дети должны оставаться родителями. Рома, что делать родителями, если они поняли, что у них вот такая вот проблема есть, да? И как бы самим нужно разобраться с этой проблемой, но они уже не дети. Вообще-то хорошо, если поняли, половина проблемы уже решена. Вот, а если не поняли, то желательно обратиться к книге, которая называется «Библия». Почему, в принципе, у людей происходят такие срывы? Почему? Вообще-то, если заглянуть в самое начало, то мы видим, что человек был создан по образу и подобию Божию. То есть, несмотря на то, что он помещен в этот мир, человек не может удовлетвориться тем, что находится в этом мире. Вот, ему могут обещать всякие всевозможные идеи, там, или обещать могут какие-то радужные игрушки, там, цветы, самое светлое будущее. Но он этого будущего никогда не получит. Обещания останутся обещаниями. Истинное удовлетворение придет только оттуда, вот, из Библии. Почему? Потому что Бог сказал, я вас создал, я знаю, что вам нужно, я знаю, что конкретно вам нужно, и у меня есть все для вас, чтобы создать вам нормальную, стабильную жизнь. Не такую вот скоропостижную, что сегодня я получил, не получил, уже буду там кричать и капризничать. Жизнь стабильная как здесь, на земле, так и после этой жизни. То есть, у Бога есть полный дизайн наш, полный, как бы, блупринт. Конечно. И вот, видишь, в этом-то и причина, что люди уклонились, уклонились от Библии и думают, что этот мир как-то их накормит, этот мир что-то им даст. Ну, это уже, скажем, второй вопрос, что им мир дают. Во-первых, у них была программа такая вложена, они ожидают, что мир все-таки что-то даст. Вот ожидание, вот это, вот такой менталитет или такая мораль, что мне все должны, вот, должны меня удовлетворять, должны меня терпеть. Все-все-все должны. Вокруг все одни должники. Я потребитель. Вот сегодня растет такое поколение. Что же необходимо делать? Вы знаете, Писание дает нам конкретные советы. И опять-таки, они будут сегодня касаться родителей. Родителей почему? Потому что дети сами не знают, не знают, как им развиваться. Если только снять все тормоза и пустить их на самотек, то в конце концов они придут на самозамыкание. Система не выдержит, даст сбой и, ну, с людьми может происходить самые непредсказуемые вещи. То есть... Вот, кстати, обратите внимание на такую вещь. Вот когда у человека плохо, вот куда он обращается? Вот когда по-настоящему плохо? Человек, наверное, бежит в церковь, да? Бежит куда-то к верующим, ищет Бога. А что, если человек не успевает добежать? Что с ним происходит? Система клинит, и происходят необратимые процессы. То есть, человек понимает, как бы внутри, в подсознании, когда ему плохо, почему-то смотрит в небо. Почему-то начинает молиться, как бы, неведомому Богу. Он говорит, я не знаю, есть ли ты или нет, но кто-то помогите мне сверху. То есть, в глубине души человек понимает, что кто-то есть, что-то есть. И в самый, скажем, в самый такой критический момент человек обращается вот кому-то с большой буквы, вот кому-то вне его сознания. То есть, что-то внутри есть, правда? Но если человеку, человека поставить с детства на ложные рельсы, он так и будет развиваться. Развиваться только вот в морали эгоизма. Только мне, для меня, терпеть вас не буду и так далее. Нужно ли детям ставить какие-то рамки? Не то, что... Конечно, нужно, это необходимо. Детское воспитание, вообще-то, это тоже очень важный момент. Я думаю, на уровне церкви это все рассматривается. Существует целая система, как воспитывать. И почему так воспитывать? То есть, не просто запретить или пожалеть, или дать конфетку и так далее. Вот есть масса направляющих, которые говорят, нужно воспитывать так, потому что. Нужно делать вот это, потому что. То есть, не слепо воспитывать. И когда родители обучены, тогда они воспитывают правильно детей. И, конечно, с возрастом, уже глядя назад, смотришь, ну, можно было что-то сделать лучше, если бы кто-то вовремя наставил. Вы знаете, так, я думаю, вы, наверное, за себя думаете. Вот хотелось бы что-то поправить, хотелось бы что-то изменить, а время ушло, и теперь уже далеко ушло. Ну, как говорится, Библия, все равно остается Библией, и никогда не поздно к ней обращаться. Обращаться за помощью, и Господь помогает нам выбираться из всех сложных ситуаций. Но сейчас мы обратимся к тексту, который записан в Второзаконии, 6 глава, будем читать с 4 по 9 стихи. Там записано следующее. Господь обращается так. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот Господь дает правило, как воспитать душевную психологию, как ее воспитать, как направить, как наставить человека вбить эти колья, на которых будет строиться вся его жизнь, вбить столбы, которые уже не качаются. Вот здесь указаны. С детства необходимо внушать, как здесь сказано. Не просто читать морали, не просто читать «ты должен», а вот внушать слово. «Так говорит Господь». Я думаю, что один из моментов, как бы может быть негативных, когда родители, внушая детям, как бы делают акцент только на них. То есть слово относится к вам. Если вы не послушаетесь, Бог накажет вас. А мы как бы в стороне, мы святые, мы неприкосновенные. То есть здесь необходимо встать на один уровень. Или Писание наставит и нас, и детей, и всех-всех на один уровень. Если не послушаемся, наказание будет нам. Всем нам, да? Всем нам будет, да. То есть как детям мы внушаем послушание, так и подчеркиваем, что, детки, мы тоже слушаемся Бога. Потому что Бог, если мы только согрешим или неправильно будем поступать, против Него пойдем, нас Бог накажет. Ну, это как бы попутно так, да? А вот задача родителей, как написано здесь, внушать детям. Внушать, внушать. Речь не идет о гипнозе, чтобы мы как бы под гипнозом это делали. Может, кто-то так воспринимает слово внушать. Внушать – это наставить, это рассказать на доступном уровне, чтобы человек понял, чтобы человек воспринял. Может быть, рассказать и спросить, понял он или нет. Или заставить или потребовать выучить его наизусть. Вот чтобы слова достигли до сознания. И сегодня, и завтра. Как написано здесь, чем бы мы ни занимались. Сели за стол покушать, а вот как Господь говорит. А вот как Он нас хранит. И действительно, в этом мире, как уже было сказано, здесь ничего хорошего нет. Мир ходит кверх ногами. Там все перевернуто, все извращенно. И если только мы не будем воспитывать своих детей дома, то будет кризис. Не сегодня-завтра, не завтра-через год. Но он все равно придет. Будет развал. Сейчас это как мина замедленного действия. Мы ничего не делаем. Вроде бы проблем больших нет. Выглядит хорошо. Ребенок вырастает. Если проблем нет до создания семьи, то проблемы уже начинаются после создания семьи. Такое даже бывает. Бывает очень часто. А проблема или корень проблемы начался еще с пеленок. Когда ребенку не внушали. В собрании ходить хорошо. На детский отдавать тоже хорошо. Но это никак не отстраняет ни прямую, ни посредственную работу родителей. Это работа. Внушать – это работа. Каждый родитель должен быть психологом, чтобы найти ключ к ребенку и рассказать ему на доступном уровне. Чтобы ребенок понял это не как давление сверху, а как подсказка. Чтобы он понял, что это как направляющее. Это как то, что будет помогать ему в жизни. Вот именно внушить, донести на удобном, на восприимчивом уровне. И тогда ребенок будет принимать. Если посмотреть, допустим, на то, как мы сегодня живем. Садимся за стол. О чем начинаются разговоры? Деньги, проблемы, сплетни, новости, погода и так далее. То есть об этом мы говорить не забываем. Но как насчет слова? Писание говорит – садишься, сразу вспоминая Господи. Но хотя бы помолились, хотя бы подчеркнуть надо, что то, что у нас на столе, это дал Господь. Это не я такой суперграмотный или суперспособный, что все заработал. Все, что мы едим на столе, или все, что мы имеем, и крышу над головой, дал Господь. Пусть эти слова слышат дети. Чтобы они не понимали, что я выучусь, я буду такой, и я заработаю. Так какой бы я ни был, если нет благословения сверху, да я вообще ничто. И так сегодня люди и живут. Они думают, что они могут, хотя работают и трудятся для дырявого кошелька. Нет благословений. Почему нет благословений? Может быть, с детства не услышали вот это слово «внушение». Внушение в хорошем смысле. Не отставать от детей. Выходить время. Пусть они привыкают к тому, что да, родители будут им говорить. Может быть, не понравится, но говорить необходимо. Да, и в школах заставляют людей думать так, что именно что они в контроле своей судьбы. Это от них все зависит. От них все, им все принадлежит. Они могут достичь всего. Сейчас это учат в школе. И это как бы не совсем правильно. Вот такое учение идет. Так что нужно действительно смотреть в слово. Кстати, ты это сказал, я вспомнил, одна женщина, вот по радио выступала, американка, очень известная. Она написала книгу о том, что все-таки детей нужно воспитывать родителям. Несмотря на то, что наше общество говорит обратное, что дети уже там тинейджерс, 12-13 лет, это уже самостоятельные личности. Их трогать не нужно, пусть развиваются сами. Но как же не развиваются сами, когда у них вообще даже физиологически не развиты, не говоря уже о их менталитете. Еще ничего не развито. То есть, этот мир диктует свою пропаганду. Вы должны вот так, таким образом пустить все на самотек. Писание, в свою очередь, говорит, нужно ставить границы. Нужно пресекать, нужно объяснять, нужно говорить, настаивать и во время, и не во время. То есть, не всегда детям это будет нравиться, что им будут, ну, опять одергивать. Но это необходимо делать. Для их же благо. Люди говорят, что это, знаете, это детей выбор. Дети сами выбирают. Но если не поставить рамки детям, то они не знают, чего выбрать. Ну, в любом случае, дети будут выбирать сами. Просто им необходимо предложить выбор. Помните, когда блудный сын ушел, и там возле корыта, вот, пришед в себя, написано, он вспомнил, что у отца был хлеб, у отца был порядок, и все нормально было дома. Вот у него был выбор, корыта или вернуться домой. То есть, мы детям должны показывать, действительно, выбор. Мы их насильно заставить все равно не можем. Но предложить им здравый смысл мы можем и должны, и обязаны. Предложить за столом, идя, сидя, когда ложимся спать, когда встаем, когда на улице, когда в машине. В машину садятся, все, все телефоны повключали, и уже мозги там. Уже человека нет. Пустая машина. Общения нет. Уже они куда-то там с кем-то разговаривают. Сказать, детки, выключаем телефоны, сейчас мы едем, будем разговаривать. Будем смотреть, какую Бог создал природу. Смотрите, листья желтеют. Почему? Бог так сделал. Сегодня листок пожелтел и упал. Завтра жизнь так у человека кончилась, и он упал. Тело упало вниз, душа полетела вверх, если заработала. Поэтому такие вещи необходимо детям говорить, связывать жизнь с духовным миром. Потому что мы, в принципе, одной ногой стоим в духовном мире. Мы одной ногой стоим, либо уже в вечности, получив жизнь вечную, либо в смерти стоим. Да, физически мы еще живем, и как будто перемен нет. Но духовные процессы не останавливаются. То ли мы взрослые, то ли мы дети. Не останавливаются. Поэтому детям необходимо говорить, внушать, читать, разбирать с ними. Иногда родители думают, ну мы отдали детей в детскую школу, там или еще куда-то. Или в воскресную. В воскресную школу, да, пусть занимаются. Это хорошо. Это хорошо, что там занимаются. Но когда они придут домой, спросите, что они читали, что они запомнили, и как они собираются это исполнять в жизни. Практика, вот это то, что будет нас стабилизировать. Это то, что будет нас закалять. Закалять. Это то, что будет делать нашу психологическую иммунную систему крепкой и прочной. Мир с нами сегодня не играется. Он выходит, чтобы поражать. Написано, хозяин этого мира без эмоций. Он идет украсть, убить и погубить. И мы прекрасно знаем его тактику. Поэтому будем бороться и стоять за наших детей. Будем делать все необходимое, что мы можем, для того, чтобы сохранить их не только в этом мире, но и для вечности. Наша передача подходит к концу. Если у вас еще есть желание позвонить, телефон в студии 429-7635. Действительно, жизнь становится все сложнее и сложнее. Таких вот, скажем, катаклизм сегодня не происходит. Сегодня атомной войны нет. И ни второй, ни первой мировой войны нет. Как-то живем, выживаем. Жизнь такая обустроенная. Но наряду с этим идет война совершенно на другом уровне. На мысленном. На мысленном уровне. Там уже такие фривей накатаны. Столько там подвозят на тележках к детям разную информацию. Не только к детям. К взрослым тоже. Сегодня тема о детей. Сегодня идет психологическая война. Можно так. Для того, чтобы у детей иммунная система не давала сбои и кризиса не было внутреннего, необходимо настаивать. Так учит Библия. Так говорит Писание. Писание мы знаем. Давайте будем передавать их детям. Будем передавать, перекладывать на более доступный уровень, чтобы дети не только слушали, но и понимали. Вот от понимания зависит, будут они это применять в жизни или нет. Можно прочитать лекцию, можно прочитать проповедь, но необходимо донести на доступном уровне. Пусть по-английски, пусть по-китайски, по-французски, кому как удобней. Сделайте все возможное, чтобы ваши дети поняли, что от них хочет Господь. Таким образом мы их сохраним. Наша передача подошла к концу. Хочется оставить контактный телефон 601-1244. Это после эфира. Можете звонить, дозваниваться. Наше служение проходит по адресу 1511 Делуэр Авеню в городе Вест-Сакраменто. По воскресеньям час дня. Понедельник 7 вечера и вторник 7 вечера. Изучение Писания, изучение Библии. Приглашаем всех. Приходите. Будем читать, изучать для того, чтобы больше понимать Бога и правильно поступать в жизни. Наш телефон еще контактный 601-1244. С вами был Роман Пальников и Василий Савченко. Передача наша подошла к концу. Оставайтесь с Богом. До следующей встречи.